магазин сегодня расскажем о схеме подключения магнитол джан сун и подобных магнитол такого типа они одинаковые к сожалению мы встретились той ситуацией что китайский производитель предоставлять неправильные схемы подключения иногда это очень сильно путает людей и может привести к поломке самой магнитола что нужно важно что нужно и важно знать что подключается и как подключается давайте рассмотрим варианты и так вот такая вот микросхема она несложная на рассказывать о том что в данном магнитоле есть также предоставляем каждому клиенту мы предоставляем распиновку кабель питания он подбирается под автомобиль и для того чтобы его правильно подобрать нужно консультироваться к сожалению много есть разные конфигурации автомобилей соответственно даже одна и та же марка может иметь разный кабель питания не всегда подходит но основное что нужно понимать и знать что отвечает каждый кабель как видите интуитивно здесь из два толстых кабеля однозначно это кабели питания соответственно кабель желтые черные желтые это у нас плюс черный это минус но для того чтобы магнитола еще запоминала все что вы храните на ней нужно еще подключать кабель красный который находится внизу рядом с черным на плюс то есть желтый красный вместе на плюс и черный на минус вот и вся хитрость подключения такое в каждом кабеля питания идет ничего такого сложного в этом нет многие спрашивают что это за заглушки эти заглушки это дополнительные провода некоторые из них вы никогда не будете использовать иногда они нужны для подключения напрямую к рулю обычно это ключ либо подключение на ключ когда например вы хотите задать питание автомобиля только от ключа либо чтобы она работала постоянно ну и коричневый провод это классический провод о нем мы говорили много раз на нем может быть написано либо реверс back может быть еще камера парковки то есть парк камера это нужно для камеры что еще нужно знать при подключении вот такой кабель рца не идет обязательно он покупается отдельно нужно если нужна музыка но вы должны понимать что модификацию магнитолы которая имеет 4g может идти в комплекте вот такой вот кабель может говорю почему может это кабель рца с сим-картой но он и не есть обязательным потому что на самом деле есть небольшой секрет о котором я расскажу чуть чуть позже дальше обязательно вот такие антенны они могут спаренные и одиночные это антенны для подключения 4g идут исключительно в версии с 4g версии wi-fi этого не будет по usb проводам usb провода тоже подключается в конкретный разъем есть на 6 пин и на 4 пин здесь это находится вот 6 пин и на 4 пин вверху эти usb провода работают поочередно они одновременно не работают нельзя подключить две флешки можно одну использовать для питания но либо ту они меняются кабель gps который прикручивается отдельно он кстати совместим с новыми другими и при замене очень часто когда меняем магнитолы бывает что не нужно выбрасывать старый кадр gps и просто подключить что касается подключение камеры камера подключается на специальный кабель этот специальный кабель идет обязательно в комплекте либо можно ее подключить на рца кабель вот на это что я говорю если вам это нужно и вот надеваете желтенький желтенький на рца кабеля их нас может быть несколько подключаете дальше идет вот такие вот провода с этой стороны у нас есть давайте посмотрим просто так камера не заработает у нас есть вот красный провод с этой стороны вот красный а с другой стороны там идет два провода один красный другой черный вот вот этот красный и черный длинный подключается красный на задней фонарь на плюс а черный на минус либо на массу а это подключается на коричневый провод нам питание но питание вот этот коричневый провод на нем может быть написано реверс и бэк и когда вы включите заднюю скорость питание подастся от камеры и устройство включить сразу экран не нужно будет даже загружать устройство экран здесь работает параллельно отдельно это даже происходит без загрузки устройстве питание исключительно для выключения дисплея дисплея вот что касается таких нюансов теперь расскажу об интересностях которые есть в этой магнитоле и частности магнитолах 4g оказывается очень часто клиенты спрашивают почему 2м и объясняем на самом деле внутри данного товара и данной магнитолы есть разъем под сим-карту этого нужно просто раскрутить не запломбированные болты вот их тут 4 аккуратно приподнять не сорвать шлейфы и посмотреть и как видите вот чудо вот здесь у нас находится разъем под сим-карту то есть вы можете либо с помощью кабеля поставить сим-карту либо сюда просто вставить сим-карту либо использовать две сим-карты также есть возможность подключения другого типа дисплея так китайцы очень часто платы используют универсальные вот вам достаточно сюда отодвинуть положить симку аккуратно закрыть тогда лишний проводов болтаться не будет вот такой небольшой секрет автомагнитол джансун я не буду утверждать что подобные вещи есть других производителей не уверен потому что их могут штамповать даже в подвалах джансун фабричная сборка соответственно есть много вещей которые разработаны исключительно данным производителем вот так вот вставляется сим-карта точно также она снимается поэтому в принципе тот кабель особо не нужен это получается гораздо аккуратнее если вам нужно две сим-карты например интернет используйте разный туда звонить можно ли звонить с этого аппарата ну теоретически да но нужно будет получить root права и после получения root прав звонилки присвоить эти права после чего можно будет звонить но помните получение root прав аннулирует гарантию в отношении программного обеспечения и всего остального также помним что очень много подделок под этот бренд так как любой качественный товар сразу начинает подделывать рекомендую проконсультироваться перед покупкой подобного товара потому что совместимость автомобиля нужно проверять об этом мы рассказывали неоднократно не все автомобили поддерживают подобного рода магнитолы особенно автомобили премиальной комплектации то есть если у вас есть люк будьте очень аккуратны скорее всего магнитола может вам не подойти либо понадобится консультация профессионального автоэлектрика ну и все на этом спасибо что досмотрели этот небольшой рассказ подписывайтесь на канал это будет нам приятно до свидания